Сергей, наверное, помолишься, да? Среди и все листья вны, и очистены от всяких скверных, и спаси благослови души наши. Господь Иисус Христос, благослови наши занятия, прибудь с нами в этот воскресный день. Не дай нам уклониться ни направо, ни налево от истины толкования слуха твоего святого. Благодарим Тебя, что мы имеем возможность здесь собираться. Наполни наши сердца любовью к Тебе, Господи, вниманием. Дай все услышанное запомнить правильно и донести другим людям. Тебе слава, слава, отцу и свинец, что мы не поменим, пристаем, веки и веки. Аминь. Да будет свет Девожи с нами. Аминь. Продолжение наших занятий. По Слову Божьему, по Святой Библии, Евангелие от Иоанна, Богослово, 11 глава, 43 по 46 стихи. Внимательно и какие мысли придут спасительные, просим всех поделиться с нами тоже. Если кто-то присутствует у нас на занятиях еще, то, пожалуйста, пишите. Специально для вас повторяем. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 43 по 46 стих. В следующий раз просто будьте терпеливы, сядьте и молчите. Не надо мне подражать, я не подражаю. Толкование. Ой, нет, это пока не толкование. Слово Божье. Сказав это, Он возвал громким голосом, Лазарь, иди вон. Громким голосом, поэтому не огорчайтесь, что я громко. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными перенами. И лице Его обвязано было платком. Иисус говорит им, развяжите его, пусть идет. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Толкование Блаженного Фефилакта. Он не нуждался в молитве и помощи от нее, потому что равносилен с Отцом. Ну, это надо запоминать просто или записывать навсегда. Чтобы не было у нас каких-то споров, а то вечный спор. Знал Сатана, что Христос Бог или не знал. И вот начинают. Да, конечно, знал. Вот все такие умные. Ну, конечно, знал. Иначе, что бы он там гнал его там и так далее. Знал, да? Да? Так же все начинают спорить? И кто прав? Знал или нет Сатана, что... Не догадывался даже. Вот, видите, слышите, да? Это уж серьезнее. У нас сестры нету. И то допускает опять ошибку. Даже не догадывался, что человек может стать Богом. Настоящим Богом. Не просто там сказать, что он Бог. Таких-то много было. И Осирис был в Египте. Это еще лохматые годы. Не буду даже говорить до Рождества Христова. Когда? Осирис. Ну, знаете, кто такой Осирис? Это Бог. Древнеегипетский Бог. Какого-то там заштатного века. Тысячного, двухтысячного. И он, этот Бог, почему я его вспомнил? Он воскресал каждую весну. Это урожай Бога был. Ну, понятно. Как-то... Сын Божий это Адам. Запомните, Сын Божий это Адам. Адам, первый Адам перстный. Второй Адам... Небесный. Спаси Христос, брат. Вы должны хором были воскликнуть. Христос с неба! Нужно было кричать всем. Но не кричать, не кричите, потому что... Почему опять? Все по той же самой причине. Итак, Сатана даже не догадывался, что перед ним в человеческом обличии, во плоти, стоит сам Господь Бог. А как Господь Иисус Христос говорил? Я и Отец одно. Филипп, говорит, Филипп, ты столько со мною и не видел меня, и не знаешь меня. Да, да. Когда он это сказал? Так же, да, было сказано имя? Столько я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Ну что, непонятно? Еще непонятнее? Господь говорит, я есим сущий. Иисус Христос, Господь наш. Я есим сущий. Уже я ей голову, он сказал. Уж яснее некуда, да? Но Сатана не знал, что Иисус Христос Бог. Не знал. И даже не догадывался. Потому что у него в голову это не приходило. Он себя лживо называл Богом. Ну так он же первое творение, Дениса, сын Зари. И не мог представить, что уже на предвечном совете, когда его архангел Михаил с ангелами, его и его черных ангелов, клевретом, сбросил на землю, под небесе. Не на землю, а в под небесе сбросили. Это уже была тайна домостроительства Дома Божьего. Тайна домостроительства Дома Божьего. Это тайна была. И поэтому он не мог. Что ты хочешь сказать? Духи злобы под небесной написано. Почему не на земле? Им земля не нужна. Я понимаю, им земля как такова не нужна. Им нужны те, кто по земле ходят. Это мы. А они-то витают, они же вот это. Я даже так что-то подумал сейчас. А Господь, наверное, подумал и об этих ангелах, что сделал твердь, которая над космосом-то. Видать, о них тоже было подумано, чтобы они летали где-то, перемещались. Ну, не для того же, чтобы самолеты летели и бомбили. Другие города. Понятно, что... Ну, птицы есть у нас, да, птицы. А птицы для чего? Птицы для чего нам нужны? Птицы. Да, зачем Господь сотворил птицы-то? Сохранять небесное... Сохранять небесное, когда... Голубь. Война была? Голубь мира. Что изображает собой голубь? Смирный дух. Вот так, Духа Свята. Духа Свята. Изображает голубь именно. Вот так вот. Ласточки являются дружелюбнейшими созданиями. Если кто-то хочет кого-то поблагодарить, вот меня кто хочет поблагодарить, назовите меня Ласточкой. Одна только женщина на свете называла меня Ласточкой. Наше преподавание по начертательной геометрии. Подходила, гладила по плечикам горюла. Дыбунов, ласточка мой. Единственная звездочка, как говорили. Ласточка. Только очень грязный у тебя чертеж. Все правильно. Только грязно. Так не хочу тебе ставить четверку. Давай-ка перерисуй. Представьте. Перерисуй. Поэтому вот птички. Для чего нам даны птички? Птичцы для неба. Им крылья даны. Вот для чего. А там еще и духи злоби погибли. Это 20 глава. А земля под собой подразумевает что? Подождите, стоп. Ну с малышем говорите, ладно. Его уровень. Ну а что, нормальный уровень. Он единственный, кто принес тросточку сестре Надежде. Прям взял тросточку и понес. У него отбирают. Он такой. И занес ей и отдал. Уже перед тем, как уходить. Ну как так? Мы едем как раз. И Агафья. И Агафья в машине. Были с мамой. Я говорю, Агафья, почему не ты подала ей тросточку? А маленький, маленький мальчук, который младше тебя в 4 раза. Он догадался. А ты баловаться в храме можешь? А тросточку принести старой сестре не можешь? Или мое сердце пожалеть не можешь? Я стою, и мне приходится тебя ругать в храме. Потому что ты бегаешь быстрее, чем я могу мыслью помыслить. Вот баловаться все молодцы в храме. Я же рассказывал, как это, ребятишки. Пятерочники, отличники запомнить шли дни творения не могут. Ну такие тоже. Такие тоже и мы. Это говорит о духовном. Да. Поэтому вот то, что написано, надо просто запомнить. Вот запомнить и крепко-накрепко о Христе. Что нам говорят святым духом наши святые отцы? Потому что равносилен с отцом, возвал громким голосом самовластным и владычным. Ибо не сказал во имя отца моего, Лазарь и Дион. Не так. А говорит как? Отче, воскреси его. Но и не так. Но как сказано? Самовластно, заграждая уста всех, которые говорят, что он меньше отца. Ибо что нашлось бы равного такой власти, что он умершему? Как же он говорит, Лазарь, иди вон. Ну вон это значит отсюда, то есть. Или к нам. И теперь сбылись на деле слова. А то мы привыкли. Вон это значит, ну как бы, выметайся отсюда. Нет, нет, это уже чисто временной какой-то характер идет. Я думаю, смеялись просто над старым говором. И теперь сбылись на деле слова. Наступает время, когда мертвые услышат власть Сына Божия. И услышав, оживут. Это Евангелие Таана, 5 глава, 25 стих. Дабы кто-нибудь не подумал, что Христос от другого получил такую силу, он вперед предсказывает о том, что имел доказать самим делом. Ну а что доказать? Для этого он учеников и притормаживал, а потом наоборот пошли. И Фома там уже и плакать начал, что погибнем все. Иудеи побьют нас, убьют камнями. А оказалось вот что. Оказалось не смерть, а жизнь ждет впереди. Причем великое и страшное чудо Божие. Я не знаю, как бы кто себя повел, если бы мы увидели, как человек воскрешает. Ну, человек воскрес был. Ну, вот Игнать Тихонович говорит, что они были у Стюжаниной, да? Да. Когда она воскресла, кстати, вот прям как. Она против магазина, против Покровского собора. Она там работала. И она была партийная при том. Ух ты. Ну, и у нее рак внутренний. Когда разрезали, прописал Неймар, ведущий хирург Кодайского края. Ясно это дело. Это в Барнауле все происходит? Ну, и вот. Когда я пошел, это, кажется, Надежда Крупская улица называется. Такая там есть. Ну, почти напротив аграрного университета. Ну, и сын у ней был один. Другого у нее не было. Саша, да? А? Саша звали Александр? Нет, подожди. Андрей. Андрей? Андрей, да? Ага, Андрей. Вот он ее, не знаю в каком классе, шестом или седьмом учился. Малыш. Ну, я пошел. Мама держала пчел. Я взял меду дать ей. А потом, которая там сестра ей ухаживала, она говорит, вы зря делаете. Она все выкидывает. Как так, я меду? Да, как будто я ей не знакома. Она боялась причащаться, что ее отравят при счастье. А это в истории было подобное. Но она слышать еще не хотела. Евангелие не слышала. Я пытался говорить. Нет, вы еще не знаете там это. Я вот была. То есть ее перенесло туда, она не может никак вернуться. Ну, и она там какое-то дело надо было ей. Зуб лечить. Или что она поехала в Новосибирск. А ей деньги давали, рекой шел буквально. Отовсюду в Бакликах. Там из монастырей. Ну, и когда она там была, в это время дух этот ей говорит. Сейчас там Андрюшу твоего арестовали и пытают всячески. А я в это время у них дома сижу с Андреем. Как раз он занимается. Еще у нас там был разговор. Так вот, хороший такой мальчишка был. И она выскакивает. И не такси, ничего, какая-то грузовая машина там. А самосвал. Она остановила ее. Меня добарновало. Бабка, что? Добарновало кто? Она ему как ляпнула на стол-то там. Может пять раз туда-сюда съездить. Она деньги не знала, цены. Ну, и она пригналась в асфал сюда. Забегает. А мы с Андрюшей сидим за столом. Ох, опять он меня обманул. А она его называет как личность. То есть это у ней связь какая-то была. С деменой. А потом она все-таки... Ну, она говорила, боюсь от причащаться, то нельзя. Это ну, такое дело. О ней первый возвесил это... Отец Александр Пиловаров. Это кандидат богословских наук с Новосибирска. Очень такой передовой. И он там, где был, кажется, в Томске служил. И он говорит, доказательство воскресенья новое появилось. А вот Клавдия Сюжанина в Барнауле... Его как... Ты видел? Ты знаешь? Сколько видел, столько знаю. У ней на руках метельство о том, что придите, заберите труп. Там доказательство, что она умерла. Это в печати стоит. Тут уж никак нельзя отрицать. Значит, сказать, что про Пестор не разбирался? Никак. Они-то стали писать так. Кто там давал это? Они не рассмотрели. Ну, может, она была в пенической смерти там. То есть они вот так вот крутят. И сколько статей написано там везде. А потом те, которые все собирали, они говорят, кто знает какие-нибудь еще данные. А может быть, и встречался. Нам это вот как нужно. Ну, я возле, да, и все, и ляпал им туда. А в Яне там, в Москве, и люди так и так. Я был с ней, встречался там два раза. Ну, и в один раз я пришел, у меня собака была, я занимался собаками. Она еще щенок, ну, маленькая. Года, года, говорит, нам месяца четыре. Динго. Я вышел, а ее собаки нету. А я-то ее покупал, да, мы с ней сродились. Она у меня учится в уголовном розыске. Я хожу и здесь с ней на занятия. Мне тяжело было. Я в полицию, что собаку потеряли, да. А вот туда взгляните. Заглянула она там моя, сидит собака у нее. То есть она щенок, она не знает там еще кого. Они ее отцепили, поняли, что нигде никого нету. Это кто-то бросил ее, а они подумали, правильно полиция, милиция тогда была. Ну, и все, ну, я собаку-то забрал за свидание. Они переехали с Труниным. Он выходит со семинарием, стал батюшкой. И как у меня есть, какие есть сведения, что он очень хороший батюшка. Нормальный. И там, что за папами чистится, у него это, ну, конечно, и там, и торговлю, и все остальное, это как обыкновенное. Ну, вот такое дело. Мои сведения о ней нигде не напечатали. Они вот здесь напечатаны, в книгах. Надо знать, в каком месте только. Вот то, что я могу о ней сказать. Она была тяжело, больная, духовно. Я стану говорить, а христианам там через Синку слушают нас. А дом ни один, ни одного двоим хозяинам. Да кому? Кому? Да ты никому не нужен. Я нужна всем. Меня убить надо. Вот она слушать не хотела. Ну, я сразу это понял. Да нет, ничего. Там, Клавдию, как ее, вот, такое отчество у ней было. А что она умерла, и что на ней оперировали, там, где разрезали, она говорит, бесстыдно показывает. А что? Она на колене, чуть повыше, маленько показывает. Еще тут такого и нет. Препарировали студенты, и крови не было. Она умерла. И она теперь стала говорить, как она видела на том свете, где что было. Что она говорила, все сходится с тем, как другие видения. Я в это верю. Не надо, ничего. Не надо, ты сегодня не можешь. Побереги себя. Да, ну вот, видите, такое, как бы мы к Лазарю как раз. Лазарь встал при многих свидетелях. Она, да, действительно. Но справки были. Все это, дым без огня не бывает. Поэтому, понятно, там многие люди видели. И те, кто ее препарировал, они другим рассказывали. Это все в конечном итоге разорвало. Все-таки советская власть была, какой это был год? 60... Ну, это Брежнев был, да? Наверное. Да, по-моему, так. Уже Брежнев. Которая с иконой-то. Я буду с Николой танцевать. Да, да. Это 59-й год. Это другое совсем. Тут ее никто не охранял. А там поставили сразу людей. И такого что-то, когда она воскресла была, ничего-то... Ну, нормально. Она, не знаю, на работе была нет. Она сразу собиралась, деньги есть. И она вструнена. А там рядом уже Россия. Не то, что здесь. Она так думала. Ну, тогда еще там был Хрущев. Только-только там еще... Может быть. Хрущев это бесноватый. Да, да, да. Сколько? Половина храмов закрыл. Половина. Из тех, которые остались. Я на Украине когда был, мы едем. А который нас сопровождает. Там человек говорит, вот здесь большой храм стоял. Хрущев сказал, чтобы его к утру не было. Взорвали все. А уже Сталина не было. Там храмов сколько бесноватый. Места ему в аду мало. Ну да. Подсидел его, вышурнул. Ему не нравилось, что говорит. Везде нас ставили жучков. В туалет пойду и там все там слушают. Такого одного звука. Ну, Господь знает, как все делать. Что там говорить. Главное, что его... Видишь, и когда умер. Победили большевики. Только так сообщили бывший. Вот такой вот некролог. Да. Он Сталина хоть выкинул оттуда. У него тоже есть положительное. Вот это, когда стали поднимать целину. Это же все его арбата была. Это степи. Речь идет о миллионах. Там, красные гитары. Каких понагнало людей. Молодежь. Даешь партия. Сказала. Комсомол отметил. Есть. Мы песня тракториса с Толебедимым. Вместе. На тракторы поведем. Они сказали, что женщины на тракторах все бесплодные. У нее там все растрясают. У нее еще нету. Сколько их они возглавили? Ну, много. Вначале никто этого не знал. А есть такие активные женщины. Когда-то выступает какая-то Михайлова или кто. Паша Ангелина. А? Нет. Тут вот в это время уже где-то недалеко было. Казашка она выступает. И она. Я партийная. Вот сейчас уже нет партии никакой. Я когда показал где-то документ. Они зашел, что такая партия есть. Я есть та партия. И она там где-то на каком заседании взяла шапку и пошла по... Так давайте сюда. Не хватает денег туда. Я полную набрала. Видели, нет? Да. Она такая активная, активная. Вот таких христианам это еще будет. Видел, нет? Посмотри, заряди там. Назовите как. Можешь показать. О чем речь идет вообще? О женщине. Я забыла как-то. Слышал? Современный. Выступает где-то в Верховной Думе или где? Это вот сейчас документальные кадры? Ну не давно. Не так давно. Не сейчас. Может быть там или 10. Не сейчас это не сейчас. Ясно. Ну даст Бог найдем. Ладно. Не надо дальше. Да. Так. Дальше пойдем теперь. Ну то есть мы немножко представили, какое это событие. Видите, если даже при советской власти такое могло проникнуть в массы, то что говорит здесь, когда пришли... Недалеко этот Вифлеем-то находится. Совсем недалеко от Иерусалима. Поэтому были и те, кто знал из Синебриона людей. То есть книжника этих фарисеев. Тут книжники, говорится. То есть фарисеев, садукеев. Светит. Итак, громкий голос Спасителя, воскресивший Лазаря, служит образом великой трубы, которая будет гласить во всеобщее воскресение. Так, первое Коринфянам. Пожалуйста, найдите, а. Первое Коринфянам. Пятнадцатая глава. Да, вот, брат, сейчас тут 52 стих. Давайте про всеобщее воскресение. Игнатий 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 нам вчера говорил о Вечном Евангелии. Там кто-то сказал, что какая-то книжка будет. Первое Коринфянам. 15.52. 14.6. Да. 14 глава, 6 стих. Вечное Евангелие нес по небу. Ангел. А здесь трубы. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, Ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, А мы изменимся. Вот как все будет. А мы изменимся. То есть апостол Павел 100% гарантии знал. Откровение 14.6.7. Он 100% знал, как бы, что изменятся люди. То есть будут такие люди, которые при последней трубе, когда будут воскресать мертвые, те, которые будут живы, они не умрут. Вот такое будет. А они изменятся. То есть какую-то формацию они все равно... Или мгновенная смерть что-то будет, или что непонятно. И тут же опять оживут. Первое Коринфянам. Фессалоникийцам. 4 глава, 16 стих. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. И мертвые во Христе воскреснут прежде. Ну помните, что Господь придет сначала за своими, а потом там все другие. И написано, на суд не приходят. Те, кто Христовы, на суд не приходят. Но перешли от смерти в жизнь. А другие говорят, будет всеобщий суд. И тут говорят, о, недоумение. Это вот, это опять. Там неправильно переводы там и так далее. Разговор идет о том, что, конечно, все будут на суде, но верующие во Христа будут, суть, свидетелями нечестия тех, которые не уверовали. Вот смысл какой. То же самое, как и про иудеев. То часть, остаток Иуды спасется, то весь Иуда спасется. И все не могут понять, а как, что это такое. Да говорится о последних днях же, о последних днях. И когда говорится, что остаток, это говорится о том, что иудеи будут частью спасены. За то, что они народ Божий. А когда, говорит, весь Израиль спасется, говорится о последних днях, когда очень многие будут спасены. Ну, конечно, не все. Там же будет кто-то и радоваться, когда погибнут Енох и Илья. Будут там друг другу подарки. Это же неверующие, явно. Но и у них, видать, совесть будет. У тех, кто и не уверовал. И многие, многие прозреют, когда на престоле в храме, в третьем храме, построенном евреями, наконец-то, воссядет этот самый, как мы его называем, антихрист, имя его будет другое, и провозгласит себя Богом. Он сам своим ртом, или пастью, скажем, скажет, что он Бог, или прошипит, или как он там скажет. Ну, наверное, сумеет сказать. И все поймут, евреи, там, я представляю. Ну, показывают. Помните фильм «666» называется? И когда, а эти там, вокруг охрана вся, и уже затаились там, и тут люди, сонариты, и все ждут. И он заходит на как, ну, этот подиум. Зашел, повернулся, и такой встал, с таким орденом каким-то. Я ваш владыка, я Бог. И они такие, от ужаса прям отшатываются от него, поворачиваются, убегают. А тут со всех сторон эти стражники хватают всех, кто начинает, ну, себя неправильно вести. Она называется «6», не «666», а «666». «666» называется, да? А, «666», да. Ну, посмотреть надо, если кто-то видел. Посмотреть надо, как это все будет представить себе. Как было, что частное, так и всеобщее воскресенье будет вдруг, в мгновение ока, 1 Коринфянам 15.50. Ну, прочитали. Ну, то есть частное. Частное – это каждый из нас умрет когда-то. Для каждого из нас, вот как только будет смерть наша, если она будет, это значит для нас будет частное воскресенье из мертвых. Потому что мы умерли, а следующий этап нашей жизнедеятельности, когда мы будем двигаться там, что-то мыслить, глазами смотреть, тогда, когда Господь нас восставит. А в каком, в каком качестве восстанем мы? Овцами с правой стороны или козлищами с левой стороны зависит от нас с вами. Некоторые не верят, что частный суд, потому что для чего тогда всеобщий будет суд? Вроде как смысла нет. А Господь пишет, опять же, написано, что никто не опередит умерших. Не живые, которые остались здесь, это дальше вот здесь, в Фессалоникийцах, не те, которые уже умерли, вперед не станут, по очереди, как бы в очередь, там толпимся за молоком. Да нет, нет. Так ничего не будет. Ну, так вот посчитали, сколько, 100 миллиардов всего людей, как бы на земле прожило, ну, пускай еще там будет сколько-то миллиардов. И хватает территории Бразилии, чтобы все встали аккуратными рядами и смотрели. А Бразилия всего-навсего по размерам территория, по-моему, пятая, да, где-то? Ну, приблизительно. Ну, что говоришь, так и есть. Ну, всего 9 миллионов, этих, квадратных километров. А Россия 17 миллионов. Вот так вот. Соединенные Штаты, там тоже там, что-то много, там 12 миллионов. Китай тоже большая территория. А тут Бразилия. Ну, будем говорить, что не самая большая страна. И туда все вместятся. Будут стоять, как миленькие, а там будет престол Божий. Ну, кто как воображение имеет. Какой он будет престол. Или для каждого так будет Христос. Или прям будет так, не знаю, воображение. Включайте, ну, вы все будете стоять на суде. Женщины в лагере, в тюрьме всех мужчин называют козлами. Всех мужчин, да? Всех. Кто бы ни был, от отказалов все их. Призовлят. А они, кто-то, челка. С животными. Ну, да. А это, без вас, когда я ходил в тюрьму, они еще, ну, узнали, что я один хожу. Как-то передается им. И там же говорят, ну, что вот, перед этим он подходит и говорит, сейчас с вами будут беседовать о Боге. Будете слушать? Там, да, 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 все, он раз закрывает. И я там уже заканчиваю беседу, перехожу, и он открывает мне вот так, я раз заглядываю, а они там, ну, две там или три телочки эти встанут, голые, стоят вот так, а другие уже готовы их прикрыть. Я такой, ай-яй-яй-яй, как вам не стыдно? Я говорю, вы же так будете стоять на суде Божем перед Христом. Ой-ой-ой! А я начинаю их закрывать, офицер, что там такое? Отодвинут меня, раз такой, они там прикрыли, а те крутятся уже, и раз уже сидят благочестивые, чуть не в платочках, уже готовы слушать. Вот те и козлы. Это у нас бабка смотрит на одного, старобряца, а он, его что-то спрашивает, он пацанин, а он вот так вот ей показывает, вот, она, что ты делаешь? Ребенок, ребенок, он лет пять, он это так, а то сразу, бабка там в окно загрозилась, ему тогда вот так вот. Все на месте. Пойди его, замени. Так, ну то есть, во мгновение ука. С козлами плохо. Я вот паска даю, козы и опсы дали. Невозможно. В лог загонишь только, а там бывают кочки. Козел прыгать нужны нет. А между ними-то трясена, тут никак. Овцы, ну я их называю, все как партии, козлы эти. Овцы обязательно за ним идут. А она-то прыгает, не находишь, а мимо, дальше сидит, орел попался. Только, я думаю, таскишь, еще пятеро лезут. А этот он везде походал, вперед за идеей коммунизма. Прыгает на той стороне, к овце, овцы как взбесятся. Вот у нас, говорит, один пастух там был, это отец рассказывает. Ну и никогда не матерился, пастух не матерился, это вообще невероятно. И корова пошла куда? Корова, да, он узнал, начал там куда, зорька пошла, и она, наконец, прямо уже совсем остановилась, и вдруг сзади голос, ты только батерись, я ее вытащу сразу. Он умернулся, никого нет. Вот тогда, молится, господи, да помилуй, как телку, кто хранил, эту корову-то? Она развернулась, и сразу на берег. Даже корова, не сама по себе. Вот и все. это так. Ты убедился, это так. Почему, когда человек психически, вот он убил даже, батюшка, жену завязал, и его не судят, и ни одного, а показывают, сколько подряд, попы там, в разные места, и где-то. А рассказывают, два священника сидят. Ну, это, и главное, психиатрически. Ну, да, что его виновен, смерть-то была, его нельзя наказывать. Что его нельзя наказывать, так а его можно на свободе быть. А его будут лечить, так как же его вылечить это? Так если у него там уже где-то... Нет, это тут. Я-то стал думать, а кто-то до ответственно, а тот, кому он поручил себя, дьявол. А до дьявола не доходит. Вот люди как? Ну, вот обычно где-то вот разговаривают, его исправить нельзя, у него уже пять убийств на нем. Мы его отправим на суд божий. А с телом нельзя, поэтому душу надо вытрясти. А как выстрелить? Расстреляем его, и пускай бог разбирается. Он виновен, мы выносим приговор, то есть убьем его. И теперь у него душа, а с душой бог будет разбираться. Здорово придумали. Придумали. Да, придумка просто. Хорошо быть верующим. А почему же тогда у нас или на Пасху, или ягненка однолетнего, или козленка написано? То, что маленький он. Равная. То есть перед Богом они равны. Да. Но ведущую роль-то, когда говорится, нашли козла отпущения, как раз написано там, на него с первого священника выкладывают руки, и все грехи как бы на нем, и отводят там, где много волков. И волки его заделут, сидят, носят грехов. А мы тут ни при чем, да? Мы тут ни при чем. Кровь на волках пускай будет. Да. Козел отпущения. Нет, это говорит нам писание об этом. Ну, их-то двоих приводили. Одного-то козла в жертву все равно приносили. А этот козел отпущения, да. Священный писатель. Там разрешается, а тут нет. Итак, вот теперь самое, ну, не самое, самое чудо, что он вообще воскрес, а теперь другое чудо, о котором никто не вспоминает, Игнат Тиклович. Вспоминает, когда был в какой-то, в каком-то храме он, и там лазер весь распеленанный, уже... Лет и смеется, руки раскинуло. Да-да, где-то я тоже видел, это помню. По Хорбцам соборе было, нарисовали. Христос сидит, в Самарянке разговаривает, она говорит, колодец глубокий как, а тут нарисовали краны. Ты кран, да. Я подошел к отцу Николаю, говорю, естественно, как же тут кран-то, не было крана, а же колодец глубокий, как достанешь? Да вы что? Ну, я не посмотрел. Ну, тащите, полбедра краски тут надо, замазать все. А, наверное, прям, ох, как хорошо, как медный, сияет, да, этот кран. Ну, так и тут тоже. Вот, а у Лазаря было совсем по-другому. Вышел умерший, связанный по рукам и по ногам. Вышел умерший, связанный по рукам и по ногам. Вышел, вы еще раз себе это, воображение, если есть. Один из вариантов, что подпрыгивал, он не связан на это. Вот так вот. А другой, как левитация, может, по воздуху его Господь опустил здесь и все. Ну, что не развязан он был еще. Ну, почему, чтобы развязан, мы почувствовали, сколько здесь, воней, южная страна, четыре дня. Там, запах-то какой был. Я сам развязывал, знаю, что он сотлевший был. Да. Ну, у кого какое воображение, левитацию я не могу, я не видел, чтобы люди летали. А вот, как он прыгает, ну, да. Ну, и так, связанному, говорит нам толкователь дальше, выйти, казалось, не менее чудно, как и воскреснуть. Вот, видите. И так, к чуду воскресения присоединилось еще чудо. То, что совершенно связаны, двигался. Господь повелевает развязать его, чтоб приблизившиеся и коснувшиеся его увидели, что это он самый. Пусть идет он, говорит дальше, это по любви к славе. Это, это по нелюбви к славе, ибо не выводит его сам, не повелевает ходить с собою, чтобы показаться. Когда чудо совершилось, одни из видевших оны уверовали, а другие объявили фарисеям без сомнения с целью опорочить его, то есть, Христа, совершившего нечто неправедное, так как он повелел раскопать погребенного. ну, раскопать тут заменяется, не раскопать, а вынуть его из того места, откуда не надо вынимать мертвых уже. Но это же, как называется, гробокопательство, там, что-то такое, а он туда и не заходил, если на то пошло. Ну, обмануть-то всегда можно, обманывают легко, там, фильм про Игна... сняли про Игнатихну, все про лагерь. Это просто нужно, вот, ничего не видеть и не быть верующим. И все, и ты там столько наврешь, стрекороба называется. А, парик кепки, которые... Да, то есть, что-то там пытается как-то рассказать, не разговаривать с Игнатихну, чем... Ну, ты же можешь прямо выйти, на него, тем более, ты сам предлагаешь выходить, там, есть телефоны, данные есть. Так выйди, поговори с человеком. И здесь есть сам лазер, который может эти свидетельства... Я не сплю! Лох ты! Укусит! Не подходи, укусит! Сатана еще делает! Голову не наносит, ты думаешь, что спишь? Сядь спокойно, подел рукой, приколься. Ну, мне голова кружится, я подкладываюсь. Давняя беда. Она одевает схода. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я здесь не сплю, просто попробуй сказать вот так. Это не я, это инотихнич, я тут вообще не причем. Ты смотришь, на меня тут сухаризна? Нет. Нет? Ну, слава богу. Я слушаю. Тема, все говоришь, это не человек. Вот как себя надо видеть с женами. Да? А я еще с вами был, лилянь, конечно. Смирайте. Спи, спи, спи. Не трогай, чужой. С Мариной, пожалуйста. Попробуй, шевелись губами, не давай ему выходить. закольчами. Ты чего с Мариной не разговариваешь, а? Чего ты ко мне? Ну, иди, поговори. А Марина тихая сегодня. Да как она тихая, она тебе ничего не скажет, она помолится тебе, и все, и сдохла собака. Слава богу. Правильно. Он правильно сказал. Так. Что мы тут, что мы тут еще можем увидеть, ну, кроме того, что Лазарь умер, и воскресил его Господь, вышел связанный. Что? Вот мне вот интересно, вот эти, которые пошли к фарисеям, и видите, тут толкователь говорит, конечно, с целью опорочить. Ну, а какие претензии у вас вообще? Вы зачем туда пришли-то? Никто не знает, что пришел Христос. Что они там вообще делают, эти книжники? Журналисты какие-то понабежали. Да. Похоже, да? Угу. И журналисты такие, с душком, сами-то все, ясно. Как говорили, западная там пресса, западная пресса, такого понапишут. А о своих этих гей-парадах никто ничего не пишет. А французы восстают миллионами, десятки миллионов людей выходят во Франции против этих гей-парадов и так далее. Никто ничего не слышит, журналисты все пишут, да это ничего страшного. Ну, ребята вышли, голенькие, ну, просто повеселиться. Ребята вышли. От 18 лет и там до 70, эти, про которых Слово Божие говорит, кто они такие, эти старики, которых ненавидит Господь. Говорит, ненавижу их. Сейчас объявили в интернете, я не скажу, когда, неделю назад или что, принято, сейчас в ней клиники запретили аборты. Да, да. Теперь аборты только за государственными органами остались, а? Они не запретили, они перестали их делать. Ну, как-то они объявили, что это все знают, они просто так объявили. В одной области, там больше 12, по-моему, клиник. Вот так. Да, а сколько на этой неделе подписан закон, предварительно, по-моему, о, нет, конкретно уже закон подписан, о том, что ЛГБТ сообщества признаны экстремистскими организациями. Да, да, да. Наконец-то. И гей-клубы начали закрываться. А я вспоминаю, как в каком, в 12-м году или в 13-м, еще перед, это, Крымом, приехал Макрон уговаривать Путина, чтобы у нас разрешили вот эти вот секс-меньшинства там, и начал, а что, там где-то кто-то в Грозный приехал из этих и прошелся там по улице из геев. Ну, ему там наподвесили, конечно же. Ну, шелбанов, видать. И он пожаловался там, приехал к себе на запад, и Макрон приехал к Путину. Ну, что же это вы вот и тогда, а Путин, Путин говорит, я не понял, пока я, пока я президент, у нас какого-то первого, второго родителя не будет. У нас будет отец, будет мать. Как меня воспитывали, так я за это отвечаю. А я думаю, а зачем согласились на полицейских за место милиционеров? Слово полицай у нас ассоциируется с одним. Как геноцид русского народа устраивали немцы. Вы сейчас слышите? В той области, в Апсковской области, где-то было, сейчас не помню, Можайск, где-то там, находят захоронения, детские захоронения, женские захоронения времен войны, как издевались над ними. Наконец-то начали. Показывают, говорит, а какие вы такие самые, ну, такие ужасные, чтобы прямо вот, прямо сердце застыло. Он говорит, нашли подростка одного, у него, у него в голову были вбиты пять гвоздей двухсотых на 20 сантиметров. Подросток, сколько, ну, лет 12, наверное, или партизанам помогал, или просто что-то подумали. Пять гвоздей вбили в голову. Это все фашисты, рядом с комендатурой. Это вот, недавно прям, год назад, может, обнаружили. И сейчас признают, повсеместно, я думаю, скоро выйдет закон, что немцы занимались геноцидом русского народа. Я почему-то об этом никогда не думал. Геноцид, значит, армян был, других, а у нас убитых гражданского населения 14 миллионов человек и шито-крыто белыми нитками шито. Молодцы. А что ж, это так, и мы ничего не требуем и Германии. Взяли восточную, хотите вместе быть? Пожалуйста, отдали. Поляки отдельно, пожалуйста, все раздали. Все, казалось, отпустили на свободу. А теперь опять русские плохие. Почему? Нефть, видите ли, дорого, им продаем. Нам нужно дешевле. И теперь русские танкеры давайте везде останавливать по всему миру, потому что нефть перевозят не по тем ценам, которые хочет Америка. Ну и до чего мы так доберемся? догадываемся все. Молиться надо. Как бы раньше времени не пришло в последнее время. Это бредет. Вот этот грех, что там мужчина разжирает похоть уже на дуле. И он зато узнает один из самых тяжких грехов. Потому что никого Бог так не наказывал, чтобы сгореть и на то море уйти. Да это понятно. Бредет. С неба огонь. Ну и в садом и доморах. Ну и вот когда начинает отец Андрей ткачев-то, он когда был-то, он как раз уступал, ему пришлось бежать оттуда. Он как полковник позвали. И вот те, которые там участвуют в этом деле-то, они самые противные Богу. Вот смотри, Сталин преследовал, Гитлер уничтожал подряд всех. Ну и тех, которые там были. Рэма тоже своими. Да, Рэма. Он стер все. Даже в фильме показано. А почему? Люди даже не могут объяснить. У меня звонит в интернете отец Наум Борщуков, священник. И говорят, вот скажи, отец мой, как поступать? Вот тут у них опять метинг такой будет все это. Какие места писания? Ну я бы выписал места, чтобы они сделали плакаты с плакатами. Ну вот и идет свои люди с плакатами там, что есть-то. А в это время другие-то люди, они просили официального разрешения, патриарх Илья Второй ответил, ну по нашим национальным обычаям, это неприемлемо совсем. А там бегут там кто-то священники, кто сковородку хватал, кто табуретку. И когда на этих, которые пришли, их-то зажали там, милиции не может отобрать их, хоть живых-то увезти-то. И все. Слышно, больше ни разу нет нигде. Вот так. Ну они пытались собираться, еще какие-то там что-то были, но сейчас там руководство у них в Грузии уже немного другое. Не то, что это был Саакашвили. Молодые люди решили испытать, как будто бы такое есть. Ты к одному подходишь, я к другому. И позовем, пойдем туда, за угол-то. Что надо, сделаем-то. Ну он стоит в Грузии, а он подошел и говорит, что сказал, там надо посмотреть, что с ними делают. Отбивная котлета. И все. сдохла собака. Ну а как по-другому? Еще нет. Ничего не уже нет. Но тем более мы знаем этих людей. Я с Ирией Тарев, даже снимок у меня есть. Популярно. Патриархи. Да. Ну так мы как-то перешли на ответы на вопросы. Время, да? Ну вот у нас как раз время. Итак, у нас 47-48 стихи. Можно разрешить? Следующие, да, 11 глава. Все. Все, благодарим вас. Игнат Тихонович, молимся. Ну, вот он самый маленький. Спаси Христос. Самый маленький. Заправить лампу, пожалуйста. Иди сюда. Иди сюда, рядом. Старайся сюда. Иди скорее, скорее. Ищи, иди ко мне сюда. С правой стороны, вот сюда. Пойдем. Пойдем, будем молиться. Пошли. Иди, дедушка. Иди, дедушка. Я пойду с тобой. Пойдем. Мама сама. Мама сама. Останься рядом. Все. Пускай так. Подожди. Достойно есть якова истину, Можи Тетя Богородицу, Пресно блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Терувин, И славнейшую, Бессомнимия, Серафин, Безыстрения Бога, Слова родшую, Сущую Богородицу, Тя величаем. Сергей Павлович, Поблагодарите Богу. Благодарим Тебя, Господи, Что собрал нас в этот воскресный день Прикоснуться к Слову Твоему Святому. Распусти нас с миром, Тебе хвала, Аминь. Слава Иисуса Христа.